Эта область всегда традиционно считалась аграрной, но уже сегодня это один из крупнейших промышленных регионов, которые входят в тройку лидеров по динамике экономической активности. Только за прошлый год объемы производства промышленной продукции выросли здесь практически в полтора раза. И новый темпоритом развития задает программа форсированного индустриально-эволюционного развития. Здравствуйте, вы смотрите программу Дневник индустриализации. Наша съемочная группа находится в Жамбулской области и сегодня в центре нашего внимания самые перспективные проекты регионов. Смотрите выпуски. Экономическая динамика в позитиве. Валовый региональный продукт вырос почти на 22%. Промышленные открытия области. В нашем юриде Моевьёна такого завода не было. Планируем махматурное отходство перерабатывать и производить бугорчатую тару. Почему наш отечественный бренд на международном рынке – тренд? Казахстанскую продукцию почему любят немцы, Европа, да, вся Европа. Дело в том, что это очень качественно. С нашей казахстанской муки, это наша мука, наша пшеница ценится. Она соответствует всем европейским стандартам качества. Экономит порядка даже просчитанного от миллиона до полтора миллиона долларов на километр покрытия. Жамбылская область последние десятилетия в основном была ориентирована на развитие аграрной отрасли. Но на такой экономической диете области сложно претендовать на уверенный рост ВРП – валово-регионального продукта. Поэтому регион активизировал новую опцию развития – диверсификацию производства. Главным стимулом промышленного прорыва стала программа «ФИИР». К реализации утверждены 28 проектов на сумму 500 миллиардов тенге. Построено порядка 22 уже объектов, заводов, фабрик и так далее. В разных отраслях экономики где-то порядка 80 миллиардов тенге стоимость этих проектов составила. Блинная часть этих проектов, те которые в 2010 году, в 2011 году введены, они уже вышли либо на проектную мощность, либо уже подходят к проектной мощности. И они начали давать уже свой вклад в развитие экономики нашего региона. Первый в этом году объект в рамках «ФИР» запустили в Жамбулской области месяц назад. И этот проект по праву заслуживает статус инновационного в масштабах всей Центральной Азии. В цехах нового завода «Курлыс Полимер» установлено 16 суперсовременных линий. Именно они будут превращать полимерное сырье, то есть обычную пластмассу, в самый востребованный строительный материал. В ассортименте предприятия около 17 наименований продукции. От фасадных и строительных сеток до изоляционных плит из вспененного полиэтилена и полистирола. Вспененный полистирол – это экстразационные плиты, утеплители. Допустим, где-то идет от 2 до 3 до 5 сантиметров в нашем производстве. Ну, это основная часть идет на строительство, утепление стен, также спиненный полиэтилен. Где гидролизационно идет покрытие труб, стен. Большая часть продукции этого завода по технологии производства и техническим параметрам не имеет аналогов на постсоветском пространстве. Например, вот эта армированная пленка выпускалась раньше только в Южной Корее, Чехии и Китае. А теперь ее изготавливают и в Казахстане. Эта продукция сегодня пользуется большим спросом в строительстве и в сельском хозяйстве при сооружении тепли. Машина работает по принципу скацкого станка. Сначала вот с этих катушек натягивается специальная продольная нить из полипропилена. Она поступает на валы, затем проходит через иглы и уже вот здесь под высоким давлением труя воды как бы проталкивает дополнительную поперечную нить. В итоге получается вот такое сеточное полотно. Сердцевина готового продукта – это сетчатый каркас. Он делает пленку по сравнению с обычным полиэтиленовым покрытием более прочной. Если даже материал в каком-нибудь месте будет поврежден, то он не расползется. Его сможет сдержать эта армированная сетка. Сетчатый каркас покрывает двумя слоями пленки, которая отражает вредный ультрафиолет и пропускает только здоровые солнечные лучи. В тепличном производстве это очень важный фактор. Они армированы, они более долговечные. Порядка где-то 3-4 лет. Несравнительно как сейчас вот идет у нас полиэтиленовое покрытие, которое ежегодно требует замены. Предприятие освоило выпуск еще одного современного материала – плоских сварных георешеток. В мире их производят единицы предприятий. Эта продукция незаменима при строительстве автодорог и железнодорожных путей. Использование георешеток придает прочность дорожному полоту. Их укладывают между слоями песка и щебня. Они фиксируют щебень в своих ячейках и не дают ему оседать в грунте. Применение георешеток позволяет экономить до 40% дорожно-строительного материала. Экономит порядка даже просчитанно от миллиона до полтора миллиона долларов на километр покрытия. Запуски нового проекта в Жамбулской области принимало участие государство. Проложить успешный бизнес-путь предприятию помогла программа «Дорожная карта бизнеса-2020». Мы получили в рамках госпрограммы льготный кредит под 14% годовых. Часть процентной ставки – 7% – субсидирует государство. Для нас это огромная поддержка. После успешного старта предприятие «Курлэс Полимер» планирует постепенно вытеснить с казахстанского рынка аналогичную импортную продукцию и самому выйти на экспорт. Наша продукция соответствует европейским стандартам качества, поэтому мы уверены в ее спросе за рубежом. Планируем экспортировать до 70% наших изделий, в основном в Россию. Этот рынок выгоден нам в рамках таможенного союза. Известный посыл «Хлеб всему голова» Гульмира Конкашева реализует на деле. Ее предприятие в Таразе выпускает жайма. То, без чего не обходится главное национальное блюдо – безбармак. Ежегодно здесь выпускают около 2500 тонн макаронных изделий. Помимо сочни и для безбармака, предприятие производит из отечественной муки твердых сортов пшеницы, нарын, мампар и другие изделия. Казалось бы, обычный квадратик теста, но здесь к нему относятся как к шедевру кулинарного искусства. И его производство требует ювелирной точности. К примеру, толщина жайма не должна превышать 0,8 мм. Высокие требования к качеству сделали эту продукцию очень популярной на рынке. Причем не только на казахстанском. Более 200 тонн этих изделий уходят на экспорт в Германию, Италию, Францию, Испанию и Америку. Наши соотечественники употребляют, плюс сами немцы употребляют, потому что наша продукция – это национальная наша жайма казахская. Можно с нее еще готовить, как лазанья. Лазанья употребляют весь мир. Производство поднимается, как тесто на дрожжах. Сегодня в торговой линейке Тарасского предприятия появилась продукция, ориентированная на масс-маркет, то есть массового потребителя. Мы решили для среднего населения делать эту продукцию. Он доступен всем, качество отличное, с высшего сорта муки, твердый сок. Для Казахстана, для Европы все они покупают эту продукцию. У нас есть уже контракт с Америкой на эту продукцию. Для выпуска нового вида сочиней была закуплена новая технологическая линия. 150 миллионов тенге на модернизацию это предприятие получило по государственной программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Процентная ставка 14%, 7% проплачивает сам предприниматель и 7% помогает, соответственно, государству. Качество всей продукции контролируется не только технологами предприятия. Его лично проверяет предприниматель на своей кухне у плиты. Мы были в Италии, да, вот когда мы получали оборудование, нам итальянскому сделали вот эту жайму. Ну, это небо-земля. Она слепила свое огромное предприятие из того, что было. Из маленького цеха и огромного желания продвинуть казахстанский продукт на международный рынок. Это национальный бренд, правильно, это культура нашего Казахстана. Этим образом мы показываем нашу культуру на мировом рынке. Появление в Жамбылской области все большего количества современных предприятий стимулировало на рынке новый спрос. Отечественным производителям понадобилась качественная и в то же время недорогая упаковочная тара для хранения и перевозки своей продукции. И здесь этот новый рыночной тренд не оставили без внимания. Новый проект по выпуску гофротары в Жамбулской области был реализован в прошлом году. И хотя на первый взгляд производство такой продукции нельзя отнести к стратегически важным, тем не менее это предприятие вносит свой вклад в региональную экономику. Мы разведывали по всему Казахстану по этой линии 7 заводов, 7 областей, 7 заводов. В нашем южном регионе такого завода не было. Новый объект был построен в рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2020». Став ее участником, таразское предприятие получило кредит 51 миллион тенге по 14% годовых. Половину процентной ставки субсидировало государство. Большая часть инвестиций пошла на закуп оборудования. Сегодня предприятие пока набирает обороты. Объем производства сейчас в данный момент у нас пока весь месяц 100-120 тысяч, но линия способна производить до 300 тысяч коробок в месяц. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить потребности в гофроупаковке Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Спрос на продукцию будет расти, особенно с началом лета, когда начнется сбор ранних овощей. Производителей становится больше и пользуются коробки тоже многие. Мы производим четырехклапанные коробки. Четырехклапанные коробки пользуются спросом у производителей растительного масла, у овощников, у колбасников. В новом году предприятия планируют увеличить свои мощности и расширить ассортимент. Кстати, новую продукцию будут выпускать по принципу безотходного производства. В будущем планируем макулатурный отход перерабатывать и производить бугорчатую тару. Бугорчатая тара – это яичные лотки. Начиная с простой, но востребованной рынком продукции, предприятие сумело найти для себя нишу и увидеть свои перспективы. Его история – это наглядный пример, как сегодня проекты малого и среднего бизнеса могут получить поддержку у государства. Развитие малого и среднего бизнеса – один из сегодняшних экономических трендов Жамбловской области. Только за прошлый год количество проектов по дорожной карте бизнеса 2020 увеличилось втрое. Всего в рамках этой госпрограммы было запланировано 127 проектов. Большая часть из них будет прокредитована на основе субсидирования процентной ставки. У нас есть уникальный опыт, когда предприниматель получил 30 миллионов долларов в одном из банков под 10% годовых, мы ему субсидировали практически 7%. То есть он получил 30 миллионов долларов под 3% годовых. Хороший индустриальный темп Жамбловская область набрала и в рамках форсированного индустриально-инновационного развития. Новые промышленные проекты сегодня вносят ощутимую лепту в региональный бюджет. За последние несколько лет отчисления выросли на треть, а валовый региональный продукт увеличился более чем на 20%. Соответственно, улучшилась и социальная составляющая. За последние несколько лет мы создали только в этом секторе более чем 3000 постоянных качественных рабочих мест. В целом же мы предполагаем, что создадим более 6-7 тысяч качественных постоянных рабочих мест. Большая часть новых рабочих мест в регионе будет создана на территории специальной экономической зоны «Химический парк Тарас». Этот комплекс объединит все профильные производства. Кроме того, в области появится суперсовременный агроперерабатывающий логистический центр. И на его территории заработают 20 предприятий. В общем, планы у региона большие, а значит и перспективы. Вы смотрели программу «Дневник индустриализации». До встречи на следующей неделе.